Здравствуйте дорогие друзья, гости, ну и конечно же подписчики моего канала, с вами Стянин Олег и сегодня мы продолжим исследовать Австралию с помощью гугл планеты Земля и сегодня как обычно о необычном и начну я пока свой с интересных островов. Давайте более детально рассмотрим. Вот первый островок, посмотрите как он странно выглядит, такое ощущение что этот островок разломился на три части, не правда ли похоже? А также он похож на кувшинку, то есть на листья от кувшинки. Знаете, если каждый из этих островов рассматривает, то мы практически везде увидим, что все острова в этом озере были раньше единым целым. Посмотрите как откалываются островки и начинают плыть. Дорогие друзья, это моя лишь фантазия, не надо брать мои слова за истину. Я вам лишь показываю самые удивительные места на нашей планете по гугл карте. Смотрите внимательно и детально и вы сами все увидите. То что все раньше острова были цельные, а сейчас такое ощущение что они расплываются, то есть растрескиваются и расплываются в разные стороны. Конечно, это происходит не за день, может быть столетия проходят, может быть тысячелетия. Но я здесь отчетливо вижу то, что эти островки откалываются от берега и начинают свое путешествие. Не правда ли это похоже? А также если более внимательно и детально разглядывать, то мы увидим странную границу, которая просвечивается через воду. Как видим, фотография это единое целое, то есть без всяких склеек. Видно, как через воду все просвечивается. И что это за граница? Как вы думаете, напишите в комментариях. Эти острова плавают? Или это всего лишь другая порода каменная? Поэтому так выделяется. Многие из вас знают то, что я уже давно изучаю гугл карты. И знаете, могу определить, где склейка фотографий, а где единое целое. Очень любопытные острова, дорогие друзья. Давайте еще раз приподнимемся и посмотрим все в общем плане. Все эти расколы. И также попрошу вас обратить внимание, то что где еще не откололись, появляются вот такие вот странные следы. То есть как будто бы на будущее. По этим линиям островок отколется и поплывет по острову, как кувшинка. Ну конечно только гигантского размера. Вот такие острова, дорогие друзья, у нас интересные. Ну а мы давайте дальше посмотрим, что еще интересного можно увидеть по гугл карте. Немного далее я обнаружил очень уж странные горы в форме гигантских червей, которые окаменели. Посмотрите, как удивительно эти горы выглядят. Ну а при более внимательном и детальном изучении, мы увидим то, что каждая гора это, это насыпь из камней. Чёрного и светлого цвета. Вот что это за горы. У меня к примеру нету информации, как образовались эти горы. Это не вулкан, как вы видите. Это не трещина в земной коре. Это просто огромное гигантское насыпь. Так же вот таких вот образований. Здесь несколько штук. Давайте каждую рассмотрим. Фантастика. Дорогие друзья, мы немножко попозже посмотрим и фотографии. Как все-таки выглядят такие горы. Но пока, пока мы рассматриваем только гугл снимки. Да, что я могу сказать. Очень и очень любопытно. Вот посмотрите, сколько таких гор. Да, интересно, что геологи скажут нам на эту тему. Что это за горы? Ну, я думаю, скорее всего, будет ответ таков, что это что-то наподобие дайки. То есть, образовалась трещина, заполнилась лавой. Ну, а дальше за миллионы лет, за миллиарды, скорее всего, скажут, что это растрескалось и превратилось в камешки. Чёрного цвета. Да. Очень и очень интересно. Ну, а мы давайте теперь более детально рассмотрим, как выглядят такие горы. Как видите, здесь не только в форме гигантских червей, такие чёрные камешки, но и просто россыпью. И россыпь это гигантская, дорогие друзья. И очень и очень странная. Так, ну и как обещал, давайте рассмотрим всё это детально. Вот и фотография нам показывает. Что-то странное и необычное. На этими местами рассматриваешь и такое ощущение, что и здесь присутствует шестигранная структура, то есть столбчатая структура шестигранная, которая за много лет начала разваливаться и появляются вот такие вот странно оплавленные чёрные камешки. Да. Интересно было бы узнать образование этих камней. Вы же и вправду видите, то что всё это необычно. У меня такое ощущение, что если это природа создала, то тогда надо признать факт роста камней. Да, чем дольше изучаешь планету нашу, тем больше и больше вопросов появляется. Как? Откуда? Почему? Кто это создал? Для чего? Да, любопытно, любопытно, что я могу сказать. Пока, конечно, у меня нет ответов, что это может быть. Поэтому только показываем самые необычные места. Я думаю, что это уже очень хорошо. То, что мы знаем, то, что это существует. Осталось только разобраться. Вот такие у меня, дорогие друзья, необычные сегодня находки. А на этом, я думаю, закончить этот видеоролик. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. А на этом всё. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok